Тест-тур приглашает вас провести отпуск на великолепных склонах Австрии или покататься на Доломитовых Альпах Италии. Тест-тур. Вдохновение отдыхом. Для Арвужагарса и Дениса Христофориди, участвовавших в ограблении горного зала в Екапелсе и последующей перестрелкой с полицией прокурор Павел Сондерс потребовал пожизненного заключения. Других обвиняемых прокурор потребовал приговорить к длительным тюремным срокам. Павла Христофориди к 20 годам заключения с конфискацией имущества, Станислава Бабелиса, Леонида Конюхова и Эдгара Парушкина к 14 годам с конфискацией имущества. В целом по делу проходят 7 человек. Пятерым предъявлены обвинения в ограблении горного зала «Феникс», еще двоим в предыдущих эпизодах, совершенных этой же группой. Ограбление горного зала в Екапелсе, напомню, произошло 25 января 2011 года. В ходе задержания грабителей был убит полицейский Андрис Нотенш. По мнению бывшего начальника госполиции Юрис Рекшни, данное требование со стороны прокурора является вполне адекватным. Ну, это очень адекватное требование прокурора. Да, ну, конечно, как решит суд, ну, извините, там погиб и полицейские, и раненые, и эти люди давали присягу. Не рядовые преступники, а полицейские, так что я думаю, что такое требование прокурора адекватное. Ну, преступление очень серьезное, и все соответствует законодательству и так далее. Латвийское правительство договорилось с Международным валютным фондом о досрочном возврате в этом году всего полученного от фонда займа. Как сообщили в Минфине, основная сумма оставшегося займа составляет 503,5 миллиона латов. Как отметил в этой связи министр финансов Андрис Вилкс, успешная эмиссия государственных облигаций на международных финансовых рынках по исторически самым низким процентным ставкам позволила сделать следующий шаг и досрочно погасить кредит МВФ в полном объеме. Член правления Латвийской ассоциации экономистов Ева Бруксла считает эту новость довольно позитивной для экономики Латвии. Судить о ситуации как таковой в Латвии, что там налицо развитие, трудно, потому что в основном это все-таки ситуация на финансовых рынках. И вот как раз конкретная ситуация, где идет вообще-то о перефинансировании наших долгов, показывает только то, что в внешних рынках мы выглядим хорошо. Вот такое мое мнение. То есть международные инвесторы смотрят на Латвию более-менее позитивно. Если готовы вкладывать деньги в наши облигации. И если вы спрашиваете меня о моем мнении насчет того, что вот раньше вернуть долг международному фунду, то в принципе я тоже считаю, что это позитивный такой момент, потому что все-таки то, что мы будем платить по облигациям, конечно, сумма намного меньше будет. Правление и Дума партии «Реформ» отказались от создания предвыборного блока с единством на выборах в Рижскую Думу. Однако это решение может измениться. Об этом изданию Дена заявил лидер партии «Реформ» Валдез Атлерс. «Политическая ситуация меняется часто, даже слишком. Я буду осторожен, пока мы не приняли окончательное решение», отметил он. При этом экс-президент считает, что успехи партии «Реформ» в столице будут иметь большое значение. От положительного или отрицательного старта будет зависеть будущая судьба Риги, уверен он. Атлерс отметил, что общество сейчас ждет, когда партия «Реформ» выдвинет своего кандидата в мэра Риги. «Чем больше актер, тем больше паузы, и наверняка тем больше успехи», заявил политик. Напомню, по поводу возможного создания блока единства и партии «Реформ» поступают противоречивые сигналы. Сначала коалиционные партнеры отвергли идею единства о создании общего латышского блока, однако теперь партия «Реформ» все-таки не исключает объединения. Хирурги Рижской Восточной больницы успешно провели сложную операцию, заново создав пациенту весь пищевод. Специалисты Рижской Восточной больницы, сотрудничество с Центром микрохирургии, в ходе 10-часовой операции ликвидировали пациенту злокачественную опухоль гортани и пищевода, проведя затем реконструкцию пищевода. В случае, если реконструкция пищевода не была бы проведена, пациенту пришлось бы питаться исключительно через трубочку, которая бы доставляла пищу в желудок. Однако после успешной операции по реконструкции пищевода пациент сможет нормально есть, дышать, а также разговаривать при помощи специального устройства. Операцию провели хирург-онколог Юрий Старс, микрохирург Калвис Пастерс, хирург-онколог Арман Сивинш. В больнице подчеркнули, что из-за высокого уровня сложности подобные операции в мире проводятся довольно редко. Сегодня мэр столицы Нелушаков встретился с министром транспорта России Максимом Соколовым. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения потока туристов в новогодние праздники из России в Ригу. Об этом в интервью Микс ТВ сказал министр транспорта России Максим Соколов. В свою очередь Ушаков подчеркнул, что поток туристов из России бьет рекорды. Кроме того, по его словам, в основном номера в рижских отелях в новогодние праздники бронируют как раз россияне. Мы видим, что в этом году на Новый год будет еще, скорее всего, опять побит рекорд по количеству российских туристов Риги. Мы видим, что во многих гостиницах уже стопроцентная резервация именно на Новый год и новогодние праздники. Причем сейчас то, что мы видим, приезжают не только на Новый год и на российское Рождество, на православное Рождество, но начинают приезжать и до Нового года. То есть больше туристов. Ушаков подчеркнул, что Рига старается по максимуму обеспечить праздник для рижан и делает это качественно, что и привлекает туристов из России. Тем более, он добавил, что имидж Риги в глазах россиян существенно вырос за последние годы. Сегодня в Риге на улице Улброкос открылась первая автостоянка Парк Энтрайт, на которой приехавшие в Ригу могут оставлять свои автомашины, чтобы далее двигаться на общественном транспорте, сообщили в Столичной Думе. Цель такой автостоянки – уменьшить транспортные заторы в центре столицы и сделать общественный транспорт приоритетным. Пользоваться стоянкой можно бесплатно, если в течение дня при помощи Е-талона зарегистрированы по крайней мере две поездки на общественном транспорте. На автостоянке 676 парковочных мест. В ее открытии приняли участие руководство Столичной Думы и муниципального предприятия Ригасатексмы. – Талоном на транспорт, заезжая здесь, ты получаешь бесплатную охраняемую стоянку бесплатно. А если ты два раза пользуешься талоном, туда и обратно едешь, когда видишь, что ты пользовался два раза эталоном. Если ты это не делаешь, тогда тебе надо за это платить. Мы сегодня, как Дума, представляем бесплатную автостоянку, чтобы он не зажал центр, не создавал пробки. Сегодня президент Андрис Берзинч принял участие в праздновании еврейского праздника Хануки. Ханука входит в число тех праздников, празднование которых было установлено мудрецами. По этой причине нет запрета работать в Дни Хануки. Согласно преданию, когда Ихуда Маковой и его воины очистили Иерусалимский храм, они не смогли найти чистое масло, которое годилось бы для того, чтобы зажечь минору и осветить храм. После продолжительных поисков все же был найден один небольшой кувшин с чистым маслом, но он был так мал, что его могло хватить только на один день горения миноры. Однако маковые все же решили зажечь минору, поскольку храм должен был быть освящен, и тогда произошло чудо. Масла хватило ровно на восемь дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла. В память об этом чуде праздник Хануки с тех пор отмечается в течение восьми дней.